Ну, я не уверен, что нужен отдельный закон. Может быть, надо использовать те, которые уже существуют. Законодательство о противодействии экстремизму у нас уже присутствует. Может быть, туда внести дополнительные какие-то положения. Но то, что сам по себе религиозный экстремизм существует, то, что он постепенно поднимает голову в российских регионах преимущественно с мусульманским населением, то, что туда проникает экстремистская литература, туда завозится оружие, там накапливаются какие-то элементы, готовые идти на террористические акты. Ну, это очевидно. Все это происходит в таком ползучем варианте, иногда невиданном, даже, как правило, невиданном на поверхности. Но если допустить, чтобы это перешло определенную грань, мы будем, к сожалению, свидетелями просто уличной войны в некоторых наших регионах. Это самые строгие, самые суровые меры относительно тех, кто готовит насилие на религиозной почве. И, конечно, надо пресекать это до того, как произвлечали взрывы, а именно отслеживать поток экстремистской литературы религиозного толка и деятельность проповедников. Если мы посмотрим на европейские страны от Англии до Швеции, там все начинается именно с деятельности экстремистских проповедников и превращается потом в террористические акты. Учиться на чужих ошибках и ни в коем случае их не повторять.